Всем привет, друзья! Всем здорова! С вами Медузко. Сегодня в этом видео мне бы хотелось порадовать контентом людей, которые качают ветку итальянских линкоров или, может быть, смотрели уже как-то на эту ветку, но не решили за нее браться. Да, в этой ветке немножко можно пострадать на восьмерке, там семерке, шестерке, может быть, даже пятерке, но девятка и десятка очень серьезные, очень сильные корабли, которые вас порадуют. Сегодня, мужики, главный герой этого видео, десятый линкор Италии Колумб. Здесь прекраснейшие полубронебойные имбовые снаряды, которые взводятся с полным уродом чуть ли не в нос врагам, и плюс есть чудесные дымы на минуту длительности для вашей живучести и дофига брони с очень минимальным количеством надстроек. А чтобы вы вообще кайфанули, предлагаю посмотреть красивый и очень-очень редкий бой с неожиданным исходом, поэтому желаю вам приятного просмотра и подписывайтесь! Давайте я помогу у Хаята немножко. Ну, разве это плохой, но я вроде бы... да, нормально так залетает. Цетку 42-ю балансили под Лютинца. На самом деле Лютинц самый универсальный командир вообще в игре. Его на любой германский корабль посади, вообще насрать на какой, и он везде заиграет. Там каждый талант, каждый талант, он подходит под любой корабль Германии. Ну, высокоуровневый там, выше там, седьмого уровня, восьмой, девятый, десятый, вообще пофиг. Бля, Бургунь так-то может мне прокинуть, но я надеюсь, что не прокинет. Я островом вроде закроюсь. Опять мои снаряды летят выше, чем я хочу. Терпимый урон. Европейцы танкуют с респа жопой. Блядь, чел, если выбирать между европейцем, который будет танковать с респа жопой, и долбоебом, который будет влетать с первых минут боя и сдыхать по центру карты, я выберу европейца, понимаешь? Потому что он хотя бы свой корабль там оставляет с живых, а не влетает по центру карты вот так вот, и потом начинает ныть. У, сука, команда дебилов не помогла мне. А чел абсолютно бездарно заехал, бля, разменял свой корабль ни во что. И сидит, жалуется. У, сука, команда плохая. Ну, как же ужасно летит, если честно. Я в центре, тут нечего делать. Кстати, Наполи вообще независим от Санцинетти. Это, наверное, один из самых независящих от Санцинетти кораблей. Если чё. Бля, два Динана, это, конечно, токсичное количество торпед. Ой-ой-ой, давай выезжай. Давай выезжай. Ну, АВИК! Ну! Бля. А может быть он тут вот отработает ПВО своим, и я успею выстрелить? Давай, Динана, выезжай. Поработай ПВО-хой по Литгофену. Поточнее, по его люстре. А, сука. Еее, я прочитал, прочитал. Я ещё полу-вбэхами могу попробовать ему циту выбивать. А, у него циту ровно столько лишь, сколько у меня пробития, поэтому, блядь, нормально. Шо-то хрустнуло, шо-то хрустнуло. Похлопаем, похлопаем этому, этому храброму парню. Читер? Не, ну, люстра помогла, там можно было прочесть. У него же ПВО на большое расстояние работает. Опа, это шо, клиентура подъезжает ко мне? Блядь, ну, дальше уже без сви... Охереть. Я чё-то уже думал, повезёт мне. Да, повезло. Ну, мне повезло с другим Динаном, поэтому ладно. Причём, причём самое забавное, что на Динане обязательная штука это взятие перка на хп. Если ты будешь играть без перка, ну, как... Если бы он играл без перка, он бы сдох. Вот Динан, который, по которому я кинул. Просто по ф... Он бы сдох. А так у него лишние пять тысяч хп. Которые его спасли. Потому что в стоке у него тридцать тысяч. А так тридцать пять. Прикиньте, за один залп с кукурузица от Колумба. Причём, когда ты ромбом идёшь. А, так вот. О, двадцатка. Братья Знаменские. Абсолютно вообще беспонтовые командиры Знаменские. По сравнению с Кузнецовым, они... Ну, типа Знаменские, это не очень такие прям сильные командиры. Чем они сильные? У них там только один перк полезен. Это, который ускоряет башни. Ну и профилактика ещё для эсминцев. Но это не обязательный командир. Но у них ещё и буст на хп. Да, у них ещё и буст на хп. Там Зинан в центр выехал. Я поэтому в дырмки лучше стану. Я понимаю, что там кто-то есть. Только важно не кликать, а важно знать, кто там. Бля, я не успеваю. Чувак, какой же ты везунчик, а? Какой же ты везунчик? Вот просто прикинь вот так вот. Выехать в наглую. Какой же ты просто везунчик. Да, тут уже не прокинешь. Ну, Реггоф, если повезёт, он что-то там закинет ему. Я перезряд пойду возьму. Подожди, ты что, выезжать на меня собрался? Ты что, совсем с ума сошёл? А, темнее, вот там шерма сейчас поимеет, так что ладно. Бля, надо было до конца вывернуть. Я что-то до конца не вывернул. Надо было до конца выворачивать рули. Лишнюю торпеду сожрал, когда не надо было её делать. Не надо было её сжать. Блин, ну как меня... Я устал от этого вот зрелища. Ну что это такое? Тебе интересно играть вот так вот, дебил? Я на центре карты никого не могу прострелить, если что, ребят. На центре карты катаюсь. Ага. Ну давай, Медвей, вперёд. Не, чё, так на торпедах не развращиваются. Не, 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 так на торпедах не развращиваются, потому что разброс у них большой. Ага, дядька. Мотай себе на ус, что называется. А, тебе похуй, да? У тебя залетает и так. Так, в принципе, те похер с 16, нормально. Так, надо не забывать про Зинана. Который может насрать мне в лицо торпедулями. Но он должен светиться, а сейчас от Шермана у него дымы должны заканчиваться, он должен светиться. Я, может быть, с Монтаной там побазарю. Вообще довольно ржачно. Мы по позициям, по разъезду мы должны здесь тащить, а мы нихера не тащим. Что, Шамран, убьёшь его? 9000. Сполутбэк должен убить. Хорош, убил. Я буду играть здесь. Сейчас подойду, наверное, может быть куда-нибудь другое место, потому что здесь уже Мидвей прям заебёт. Своими офигенными заходами. Сколько у меня там ПВО? У меня, по-моему, нормально наносит урона. У него всего один сброс. Всего один. Даже и тот неполноценный. Только с двух бобров... А, с одного бобра. Ну, я говорю, да, сбросик у него такой. Слабовато, слабовато. Хаята, забирай два кружка. Я, по-твоему, засвету, постреляю, братик. Блин, я даже не знаю, стрелять по тебе или нет, чел. Ну, вот, когда ты так постреляешься, наверное, и стрелять, да? Я всё равно высоко взял. Надо было ниже. Ну, может, залетит, конечно, если он не увидит. Залетел, он не увидел. Ну, если бы взял, он бы немножко ниже, может быть, даже убил бы, кстати. Тут моя ошибка, даже ничего не буду говорить. О, медвейка шотный. Хочу сказать, медвейка лека, медвейка шотный. Успевает долететь, хорошо. Ну, да. Поторопился я с утверждением. Там тоже два уже. Смотрите, вот, очевидно, что марсок где-нибудь в центре катается. Ну, вот, вот, я же говорю, там же и катается. Ах, мужики, двое там в отвороте. Ой, я их так и люблю, этих челов, которые вот, вот. Наблюдать за ними одно удовольствие. Не всегда, конечно, я до жопа горит от них, но... Такая ржака. Так, челы, конечно, играют. Башенки, довернись туда, куда мне нужно. Только побыстрее. Спасибо. О, третья башня, нормально, там слипла снаряд. О, хорошо. Вкусно. А ты не попал. Не попал, дядька. Я быстренько снаряд сменю, да? Ты не против? Спасибо. Ой, ну дай бог, ты так нарисуют. Блять, нихуя себе! Тут даже цензурно как-то выразиться особо-то не приходится. Нихера себе, дура влетела. Просто с ракет. Просто с ракет влетел. Ниху-ху, бля. Вы это видели? Вы это видели, бля? Нихера себе, дура. Ты чё, Колумб? Ты чё? Чё, добью я девятку. Хорошо. А, вот. Всё-таки сработало. Я не хочу, чтобы он наносил мне урон со взрослой. Не хочу. Просто с ракет. Да, с ракет. Надо в центр срочно идти. Срочно идти в центр, потому что... Бля, Хаята, заедешь, да? Заедешь, братан? Я тебя прикрою. Бля, ну не на столько... Не на такое количество хп, конечно, я рассчитывал у Марсо. Ладно, я хотя бы по нему нормально успел там швырнуть. На какой-то более-менее здравый урон, да? Так, это его торпедки с этого борта должны быть. Не, мы идём по душонку Марсо. Нам нужно Марсо срочно стрелять. Срочно стрелять Марсо надо. Бля, здесь дымы должны меня эти дымы прикрыть от засвета Бургундии. А я должен Марсо оттрахать. Челы, убить нахуй этого. Убить этого человека. Иначе он нам бой просто заруинит, и мы проиграем. Убить его срочно. Бодренько. Бодренько, бодренько. Бодренько пошло. Бля, я подставился под Бургундию, я боюсь торпедами Марсо. Блин, у него залетает жёстко ещё. Ридгофен, дорогой мой пирожок. Ты чё, с ума сошёл что ли? Подожди. Я тебя сейчас убью. Нормально ты въехал. Это там ЗАО на центре? Охереть ЗАО, быстрый электровеник уже в центре припёрся. У меня ремка есть, если он подожжёт. Это ж ЗАО, конечно, он подожжёт. 20 тысяч. Ой, поддержку заработал. Охуенно. Теперь только на этой самой поддержке нужно ещё и затащить бой. Ну, АВИК добирает ЗАО. И я, в отврате, по идее, могу попытаться... Вы, наверное, думаете, какого хера я делаю, а я не смогу обратным ромбом принять Бургундию. Не смогу и всё, бля. Видите, тут остров ублюдочный. Я не смогу вот так вот пройти ромбом к Бургундию. Она меня просто разъебёт. 25 тысяч – это очень мало. Так что я придётся на неё носом идти, мужики. Тем более я закрываю сёстрам, которые вот эти вот здесь есть. У меня все шансы её убить, только нужно... О, он ещё отстрелялся не по мне. Чувак, куда ты стреляешь? У тебя перед хребалом Колумб, который перезаряжается как безумец, а ты стреляешь не туда. Давай, там двадцатка. Хорошо. Я его за один или за два залп? Я думаю, что за один залп я его убиваю. Кстати говоря, хороший бой, отличный бой. Я очень сильно доволен. Я бой залью на канал, ребят. Если вам нравится, подписывайтесь. Три торпеды, пожалуйста, пожри. Красава. Всё, теперь я тебя должен убивать. Нахера себе у него... Вы вообще видите, как у них с этими... Как у них с этими грёбанными пожарами вообще обстоят дела? Видали, как вылетают пожарчики у челок? 310 тысяч. Мы тащим бой, ребята, кстати. Так, это тоже должно всё в ремку убежать. Это же заранее в дымы стану. И за остров заеду, иначе... А, бля, там же... Там же ЗАО торопедно... Бля, я могу ещё и словить их, сука. Фух. Бля, фух. Отвечаю, просто хух. Блядь. Ладно, не хух. Долбоёб на стримере. Фиксируем фраг. Аааа, 800 кп оставил. Аааа, 325 тысяч. Ну всё, ЗАО... Хорош. Я говорю, хорош, что ЗАО умирает. И в этот момент я вижу, как мой Ямато убивает его фугасным снарядом. Отлично, отлично. Просто отлично. Ладно. Конечно, мог и торпед не есть. Мог и торпед не есть. Но там слишком их много. Слишком их много. Бля, какой же Ямато, конечно, чел. Ладно. Просто потому, что у нас есть авианосец, мы этот бой выиграем. Потому что он сейчас летит просто на Ямато и убивает его. Всё. Бой на канал я нашёл. Отлично. Хорошо. Ещё один бой на 325 тысяч. Хорошо. Это просто хайд какой-то. Кракен был очень близко. Я не думаю, что Кракен я мог бы заработать. Я же стрелял по ЗАО, и потом у меня воровали его 800 кп. Поэтому я бы Кракена не заработал. Всё, что я мог заработать, это ещё дополнительные там 20 тысяч с Ямато. Которые вот у него остались. Это должна десятка быть. А, ну, немножко меньше. Хайп, пипел, медуза, салют, градс, норма, сбой. Спасибо, спасибо, ребят. Спасибо. Если нравится, если вы ещё вдруг не подписаны на канал, подписывайтесь. Ё-моё. Я вас буду рад видеть. Буду рад. Буду рад радовать вас хорошими боями. Тафтология немножко, но ничего. Оговорки от медузки? Ну, да, немножко есть. Ну, я вынужден был нос ставить. Иначе у Ямато и у ЗАО могло залетать ещё один пожар после моей ремки. Там или в борт у Ямато залетает. Я либо отворачиваю. Вот как-то сюда, вот так вот, чтобы торпед не есть. И получается, я не могу залп дать свой окончательный. И мне может в борт Ямато прилететь. Либо я иду носом. И с вероятностью, там, жру торопеды. Как можно так на шнурмах заходить? Чувак, он нормально заходит. Просто это же Ямато. Его в цитку не пробьёшь. Какая она, на-на-на-на-на-на ничья. Ты что, дурак? Так, потеря и ничья. Дай пошёл ты. Не хочу я ничью. Я хочу победу, блядь. Джекпот какой-то, ёпта. Это наоборот. Джекпот наоборот. Боже мой, у меня две с половиной тысячи при ничье опыта. Если что, ничья считается как поражение обоих сторон. Обеих сторон. Так что, если бы здесь была победа, как и должна была быть, у меня бы здесь было, наверное, четыре тысячи чистого опыта. Потому что, смотрите, я убил фуловую бургунь. Сто тысяч. У него семьдесят тысяч хп. Я ему ещё с хилок... Я, короче, убил бургунь фуловую. И хилки у неё забрал. Я убил монтану фуловую. У неё там девяносто семь тысяч хп. Я убил марсо фулового. Двадцать две тысяч хп. Я убил зао фулового. С тридцать восемь тысяч хп. У него всего сорок пять. Я убил зина на фулового. Тридцать пять тысяч. То есть, получается, это сколько? Это три. Это пять кораблей фуловых убито. Ещё немножко хп я отнял Петропавловску. И ещё немножко хп я отнял Шерману. И я ещё и двадцать один сам лёд спилил у Медвея. Здесь легко. Четыре тысячи чистого. Легко. Легчайший бой на четыре тысячи чистого. Но поскольку ничья, это поражение обеих сторон, это очень херово. Ну, наверное, в какой-то вселенной, в какой-то момент ничья, наверное, делает этот бой интереснее. Хрен его знает. Ладно, ладно. Я всего лишь надеюсь, что вам этот бой понравился. Он был такой яркий, красивый, до последнего момента интересный. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь, ребята. Хорошие бои сегодня. Хорошие бои. Двести пятьдесят тысяч с полубэбэк. Семьдесят тысяч с бронебоек. Нормально, нормально. Нормально.